меня заблокировали и меня это немножко задело потому что ну как бы я я уже такой человек я не люблю когда что-то несправедливо это для меня такая вещь и я прям иногда злости могу плакать когда я считаю что что-то несправедливо но это конечно ой это конечно не тот случай по что я плакать из этого не буду но мне как-то конечно это короче наверное вы все знаете канал женщины таня генерал женщина зюстона вот который называет себя свой канал субъективно об америке тут конечно вопрос у меня сейчас возникает насколько она говорит субъективно в америке если она субъективный комментарий удаляет все было просто очень банально она создала пост где она рассказывала про то что в америке и в техасе есть государственные приюты из частные приюты до женщина увлеклась волонтировать и приютом это конечно большой плюс обожаю таких людей поэтому уважуха и связи с тем что мы сейчас как-то увлекать волонтерством она конечно тоже много чего сейчас из своей информации видает у себя на канале про приюты в сша и все дела и она создала порт где она про это рассказывает в инстаграме она много как сама даже кстати все не помню я решила тоже добавить что-то из своего мнения потому что я как бы тоже человек уже восемь лет живу в америке да тоже как бы могу вам рассказать кое-что про приюты если вы меня знаете и знаете что я очень много собак подбираю которые чаще всего оказывается без хозяева по что их никто не ищет и я сама как бы в приюте не первый раз свою собаку из улицы подобрал ну как бы да у меня тоже как бы есть что рассказать я просто банально субъективно без мата без оскорбления без того чтобы как бы нападать или там знаете просто субъективно нормально нейтрально написала свое мнение что интересный факт что в техасе не все города имеют приют и я даже не помню что я еще написала но еще что-то я типа написала что в таких городах вам даже шериф скажет застреливать собаку если на вашем участке собак она вам мешает это факт это я не набрала это я не напридумала это факт на что она мне написала откуда вы это взяли и ворси же думаю таня ты не единственный человек который живет в техасе ты не единственный человек который ходит вперед я это знаю потому что я это вижу я это вижу своими глазами поэтому я это знаю ну я и написала подробнее ответила ей да что как ну это мой личный опыт все дела бла-бла-бла не помощь написала но опять же скажу это было без мата я не нападала я не материлась я не оскорбляла я как-то не задевала то есть я просто решила рассказать по мне интересный факт потому что об этом никогда никто не говорит да всегда 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 всем говорят какая америка классно да то пушисто-розовая и я решила может быть станет про это не знает и может быть ей будет интересно узнать что вообще есть города в техасе где нету приютов а то нас это про приют хорошо говорит и волонтирует она в приюте где не убивают хотя и сколько приютов техасе где процент собак которые живо туда выходят доходе даже до 99 процентов один процент один процент собак которые живо выходят из приюта таких приютов очень много в техасе я просто хотела рассказать с другую сторону так как это человек который в этом разбирается которые этим интересуются да то есть ну и ничего плохого не написала опять же субъективно мое мнение та другая сторона о которой видимо тани не знала и ей не понравилось наверное что я рушаю ее блок субъективного в америке где она всегда отзывается насколько все классно в америке а я вот раскрыла такую вот жестокую правду по-другому не знаю почему меня заблокировали потому что там были комментарии одной женщины который конкретно нападала на задевала и все комментариях чувствовалось агрессия да но вот эту женщину никто не заблокировал но меня заблокировали класс может конечно была случайность я не знаю но как-то все очень странно да ну и вот и короче тут я реально задумываясь насколько канал тани субъективно да раз она называете его субъективного америке а потом субъективное мнение она блокирует а титания как демократы выходят демократам не нравится когда говорит что-то чего они не хотят чтобы люди слышали они тебе пытаются затыкаться рот также она демократ ну ничего как бы не страшно мне как-то по барабану но просто как-то было неприятно потому что как-то ну несправедливо да как вы считаете ну я думаю что это несправедливо хотя кто-то скажет это же ее канал она может делать что она хочет и под ее страницам да но потом можно опять начать дискуссию тогда зачем вести блог открывать комментарии давать людям возможность комментировать если ты удаляешь комментарии нормальные 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 но может быть все таки если какая-то правда когда люди про него пишут определенные вещи разума себя так придет не по-взрослому взрослая женщина до веселья конечно очень весело до 6 людей меня никто никогда блокирует потому что я мало того что я редко пишу комментарии при том что таня я достаточно часто писала нормальный хороший комментарий позитивный да с добром то есть я просто не понимаю чем я это заслужила то я разблокирую меня ты плохая мы тебя заберем телефон будешь сидеть дома без телефона и девушкам большой рот я тебя заблокирую хорошо позанимался слушайте у меня прям пот течет у меня аж волосы все прилипли у меня здесь водопад так что сколько я сейчас пробежала 320 калорий 31 минута все я все отлично можно идти в душ так можно вам показать так что да класс но перед тем как идти в душ надо дать чаруни пописать потому что моя девочка нуждается в туалете все чаруни идем писать пошли писать идем писать идем писать идем давай иногда что-то она очень долго думает дождик все подкапывает то он есть то его нету ветрено так мой совет вам как человек который очень часто имеет плохое настроение реально что помогает то что я сегодня сделала перебаривать свое плохое настроение свою депрессию свою лень какие бы у вас проблемы нету перебаривать это и заниматься чем-то полезным ставить себе какие-то цели на один даже какие-то маленькие главное чтобы вы их могли сделать и вот реально когда вы занимаетесь чем-то полезным и добиваете своих целей на день который вы себе поставили у вас реально настроение как-то сразу поднимается и вы не сидите как картошечка весь день и депрессируете поэтому у меня же настроение даже очень хорошее потому что я переборола свое плохое настроение и поэтому я себя чувствую достаточно хорошо совет прям такая я прям самый правильный человек чтобы раздавать советы это конечно шутка потому что я вообще еще тот советчик что это 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 11 утра, я уже съехала в магазин, закупилась едой, и на улице так холодно, что даже дома чувствуешь этот холод. На улице реально плюс 3 сейчас, но говорится, что по ощущениям даже как минусовая погода, и очень холодно, я прям чувствую, как этот холод из улицы прям заходит к нам в дом, очень заметно. Обычно просто у меня тепло стоит на 20,5 градусов, мне нормально, но сейчас мне даже 21 стоит, и то 21,5, и всё равно как-то вот чувствуешь этот холодок. Но ладно, так что я вся готова, я же скоро, наверное, уже пероденусь и быстренько сгоняю на процедуры. Мне, конечно, очень странно вот про это говорить, потому что я никогда не думала, что я буду на такие процедуры ходить, я не думала, что я буду себе губу колить, что я пойду на ботокс. Но, знаете, с возрастом, когда ты видишь изменения в своём теле, лице, коже, и ты понимаешь, что это всё можно как бы немножко улучшить, думаешь, почему бы и нет. Всё равно очень странно, потому что очень много денег стоит в Америке особенно, ну, это пипец как дорого, если подумать. Сколько это стоит в Германии, сколько в Америке, есть большая разница, но это не на месяц, знаете, не на два, поэтому... Ну и плюс, знаете, вот муж на меня смотрит, он говорит, блин, вот эта губа, то, что у тебя просто немножко добавился объём на верхней губе, это так просто всё твое лицо меняет. Я с ним, кстати, согласна, потому что я с тех пор, как я сделала губу, я всё равно каждый день смотрю в зеркало, и я прям любуюсь, потому что реально, просто немножко добавили объём в верхней губе, сделали прямую нижнюю губу, потому что у меня такая вот она мне чуть-чуть вот вниз отдавала. И просто такая разница. Просто такая вот большая разница, я просто в шоке. Сейчас надо будет взять с собой бальзам, мой любимый, потому что после процедуры будут очень сухие губы, и я хочу сразу в машине намазать. Сейчас намажу, кстати, вторая упаковка опять уже пустая, это просто средство чуда, я и мажусь, и мажусь, и мажусь, и средство чуда, и, короче, надо будет опять покупать, потому что оно опять заканчивается. Ужас! Погода ужасная, всё ужасное, я сейчас приду на коле, тая, нельзя будет мне ложиться, хотя я прям так хочу лечь, отдохнуть, но я просто сяду за диван. Ммм, очень сухие губы. Сяду за диван, с одеялком, и буду, короче, отдыхать. Я очень голодна, я опять делаю ту же саму ошибку, я голодная, но просто я не хотела ничего кушать, потому что я не хочу с желудком полным туда ехать. Поэтому я опять такая чуть-чуть голодная, я чуть-чуть перекусила сейчас хлебушек с салями, но я чувствую, что я буду голодная, потом вот эта губа, потом буду, короче, сидеть, голодать. Но у меня, кстати, томатный сок, если я буду томатный сок пить, я думаю, это поможет. Мы с Чаруни позавчера не гуляли, вчера не гуляли, что позавчера был дождь, вчера просто я после процедуры, я себе сделала ботокс и губу. Я так и была очень какая-то уставшая, плюс очень было холодно, очень ветрено. Сегодня как бы типа теплее, но всё равно очень большой ветер, но так как солнышко, мы оденемся тепло и пойдём гулять. Мы пойдём гулять. Мы пойдём гулять, а потом в душ, потому что тебе пора мыть раз в недельку. Но сначала мы погуляем. Для этого мы наденем ей свитерок. Идём гулять. Идём гулять. Идём? Пошли. Потекушки. О-о-о, потекушки. Чаруни. Чаруни, мы сейчас пойдём гулять. Ты будешь гулять? Пойдём гулять. Будем на улице бегать, нюхать. Пошли гулять. Пошли. Побежали. Побежали. Я реально просто заснула. Я никогда днём не засыпаю. Я вообще днём не люблю спать, потому что мне потом как-то плохо. У меня реально лежало, и просто я заснула. Мне так хотелось спать. Для меня просто это как-то, ну, о май гот, потому что это ненормально. Я реально заснула. Холодно так. У меня стоит тепло 21 градусов, и так холодно. Я в носках, свитере, в длинных штанах просто для того, что на улице очень прохладно, и ветер очень сильно дует. Конечно, дом очень, ну, он очень продувается на самом деле. Так что да. Наверное, знаете, я так устала, потому что я пошла с Чаруни гулять, и на улице очень было холодно, очень ветрено. Я прям домой пришла, я прям почувствовала какую-то такую вот слабость. Потом попила чай, вот этот чёрный чай с мёдом горячий. И потом, короче, уснула. Наверное, я думаю, это погода. Да. Короче, посмотрим. У нас тут снег валяется. Остатки сегодняшней ночи. Вот. У меня это всё, что осталось. И мне интересно, если ей дать... Что это? Что это? Что это? Это... Это... Чаруни. Что это? Это снег! Короче, так смешно с появлением моих губ. У меня появилась новая проблема. Я вечно вспоминаю, что хочу испробовать этот лип-глосс. А куда я его положила? И по всем сумкам, короче, хожу, ищу определённый лип-глосс. Я во всех сумках нашла вот это всё. У меня только проблемы никогда не было. Это реально с появлением губ. Я прям стала такой бешеной. И именно вот этот блеск искала, потому что мне больше всего нравится. Короче, еду на машине мужа. То есть на моей старой машине, на моём седане. Знаете, как стрёмно? Он такой низкий. Он такой маленький. Я... Такое ощущение после трака, когда едешь на... Простою, на нормальном седане. У меня такое ощущение, если честно, что я еду на полу. Что я сижу где-то на полу. Очень странное ощущение, если честно. Вроде раньше я привыкла, я так и ехала, да? Каждый день, и всё нормально. А сейчас прям не по себе. Очень это всё странно. Быстро привыкаешь к лучшему, да? То есть сидишь высоко, широко, всё так вот видно хорошо. А сейчас я так низко сижу. У меня ощущение, что у меня попа прям у полу. Короче, машину мужа же соседи побили, вот. И я про это сниму отдельную историю, потому что там есть много чего рассказать. Короче, соседи въехали в нас, когда они выезжали из своего дома, и они пытались это скрыть. Вот мы всё на камеру сняли. Будет отдельная история, где вам все кадры покажу, и вообще всё расскажу, и как всё вышло. Ну, короче, их страховка-то будет сейчас чинить. И так как все эти дни был очень сильный дождь, мужа машина белая, она вся коричная. Поэтому я сейчас пойду её помою, надеюсь, что ничего не отлетит, потому что мойки очень сильно всегда бьют. Вот, помоем заодно, и плюс, чтобы всё хорошо было видно, потому что, ну, она реально, она очень грязная. Вот, сейчас я, короче, еду быстренько в мойку. По-моему, так как я хорошая жена, я это всё за мужа делаю, потому что он работает. Из дома оно работает, он занят. Поэтому мы это быстренько всё сделаем. По-моему, мы машинку. Заодно потом она чистая, я вам покажу, какой урон нам нанесли. Сегодня, кстати, тепло, нормальная погода, позже пойдём гулять. Наверное, будет прям кайф гулять в такую хорошую, классную, солнечную погоду. Обещают следующую неделю, то есть воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг. Обещают дождь. Я надеюсь, что этого не будет, потому что очень часто обещают дождь, а потом, в конце концов, дождя нету, или не так долго, как обещали. Потому что всю неделю дождь как-то, я не хочу. Вот. Так что, да, помоем машину мужа, вернусь домой, поем и буду учиться. Так, будем учить JavaScript. У меня сейчас именно идёт всё моё внимание на JavaScript. Потому что в CSS, HTML мне нечего учить. Я, короче, там всё знаю, это очень легко, это очень понятно. Я, короче, в этом, можно сказать, профи. А вот с JavaScript надо мне потянуть. Смешно, что здесь заправка, самая тупая заправка, в ней никогда ничего не работает, она самая дорогая. За один галлон 2,29, в то время, как буквально, не знаю, вот, Walmart, 3 минуты от нас, у них заправка, бензин, знаете, сколько стоит? 1,82. Да, вы правильно услышали, 1,82.